Доброго дня! На самом деле, тема, которую мы сегодня поднимем, а тема звучит как памяти Владимира Высоцкого, очень близка каждому из нас. Так или иначе, мы все знаем творчество Владимира Семеновича. Кто-то лично был с ним знаком из наших зрителей, кто-то, собственно, может что-то о нем рассказать. И делайте, друзья, это, пожалуйста. Мы очень ждем ваших звонков в прямой эфир. 202-11-22. О многом поговорим сегодня, постараемся все охватить, все успеть. И о регате, и о каких-то выступлениях, и о людях, которые его знали, общались и дружили. Ну, в общем, всех карт пока раскрывать не буду. Предлагаю посмотреть сюжет, посвященный как раз-таки знаменательному событию, регате, которая прошла 25 июля, в минувшую субботу. А затем вернемся в студию и будем знакомиться с нашими гостями. Белый парус, как символ мятежного духа, поэта, актера, автора, исполнителя песен, которые и спустя десятилетия не теряют своей актуальности. И как ветер волнует водную гладь, мередят души поклонников. Владимир Высоцкого в Самаре помнят и любят. Он был нерв эпохи нашей, потому что он душу свою сжигал. Вот так вот. Для нас. Это человек, который покорил мир своим талантом, своей какой-то душой. Каждому событию, происходящему в нашей жизни, лучше, чем Высоцкий. Обо всем, что нас волнует, вообще никто не сказал. Вот уже 15 лет в памяти кумире миллионов. В путь пускаются яхты. Но сперва поклонники Высоцкого и участники регаты собираются с цветами у памятника рядом с дворцем спорта. Впервые регата памяти Высоцкого прошла в Самаре в 2001 году. Через два года она стала всероссийской. Фестиваль парусного спорта под песней Высоцкого охватывает пять городов. Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток, Самару, Тольятти. Участниками становится более двух тысяч человек. Была идея такая творческая. И, в общем-то, она является беспрецедентной, потому что это живой памятник актеру. То есть вот парус и песня Высоцкого, которые трепещут в ветре, в волнах, учитывая его такую морскую душу, белые паруса, как чайки, поднимутся над Волгой и будет дан старт. Старт регаты в Самаре, как правило, дают на острове Голодный. Маршрут меняется год от года в зависимости от направления ветра. В этом году ветер дул с северо-запада со скоростью 5-8 метров в секунду. А значит, скорость движения парусных судов около 15-20 километров в час. Опытным спортсменам и любителям предстояло пройти две морские мили. В Тольятти дистанция 20 миль. На эту регату всегда приезжало очень много спортсменов. Вчера у нас проводились соревнования среди детей. Сегодня будет проводиться регата среди крейсерских яхт. Ночью сегодня прошлюзовались и пришли около пяти экипажей из города Тольятти. Участие может принять кто угодно. Главное, чтобы принял человек участие, влюбленный в парусный спорт и в Высоцкого. Стартует яхта одновременно. Затем их делят на классы, чтобы судейство было объективным. В регате, конечно, есть победители, которым достаются и кубки, и призы. Но цель участников все же не победа. В фестиваль их ведут стихи и песни Владимира Высоцкого, которым подпевает даже ветер. Ну что ж, давайте знакомиться с нашими сегодняшними гостями. И напомню еще раз телефон прямого эфира 202-11-22. Итак, с нами здесь вице-президент Центра музея Высоцкого Евгений Митрофанов. Здравствуйте. С нами также здесь член общественного совета, организатор фестиваля памяти, регата памяти Владимира Высоцкого. И, собственно, человека, которого сегодня, я думаю, будем с большими почтами также в нашем эфире встречать, Людмила Ханчина. Здравствуйте. Здравствуйте. А также с нами здесь авторы, самарские люди, которые пишут и продолжают писать про Высоцкого. И тоже нам много чего интересного расскажут. С нами здесь Алла Артамонова. Здравствуйте. И Елена Полетаева. Здравствуйте. Ну что, наверное, Евгений Николаевич, вам слово. У нас сегодня много разных тем, но хочется на чуть-чуть на каждом остановиться. В памяти Высоцкого так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Что, может быть, вы нам хотели бы сказать, что чувствуете, о чем думаете? Ну, история началась у нас в 1967 году, когда мы пригласили в Куйбышев Владимира Высоцкого в мае месяце. Он дал два концерта филармонии в клубе Дзержинского. И в ноябре 29-го во дворце спорта два концерта. И последний концерт он дал 30-го ноября в Куйбышевском политехническом институте. Я тогда учился там, был председателем студенческого клуба, организовал разные встречи, мероприятия, студенческие весны. И вот Сева Ханчин по просьбе наших руководителей попросили, чтобы выступили в политехническом. Ну, память какая осталась, это диск, концерт его, его песни, конечно. У меня сохранилась пожелтела даже программка того года и того выступления. То есть он умел так людей заворожить, что люди на всю жизнь помнили его песни. Легенды ходили об этих концертах, где было просто не протолкнуться. Насколько было, люди просто шли и брали с собой своих близких, родных, и с горячими глазами, и фотографии есть тоже полный зал. Он в комитете Комасамова встретился с нашим активом, я присутствовал, поздоровался, познакомились там. Я отвечал за микрофон, за организацию этого мероприятия. И больше, можно сказать, несколько часов, мы вот пару часов были знакомы. И Стива Ханчин, он был вице-президентом в городском молодежьем клубе, он его приглашал, он с ним подружился. Это стало источником того, что в 85-м году он свой проект, свою дружбу вложил вот в этот наш центр музея Высоцкого. Как оказалось, значит, он, это был клуб-музей, самый первый в России. После нас уже Москва, потом другие города подхватили эстафету. А в 80-м году он меня пригласил, уже поскольку я на пенсию ушел, он говорит, мне помощники нужны. И вот мы с этого времени начали проводить парусную регату. А вот по поводу центра музея, кто к вам приезжал, какие, может быть, люди, кто заходил? Ну, первым посетителем был Александр Розенбаум, он прямо на открытии был. Потом приезжал почти в полном составе театр на Таганке артисты. Мы много раз с ними встречались в процессе наших мероприятий. Вот. Ну, экспозиции музея были собраны силой. Это все письма, афиши, значит, фотографии, которые сейчас хранятся в нашем музее. Потом эту выставку он распространил на города. Сначала наши районы посмотрели, потом города по Волжье посмотрели. А уж с 2000-го года уже вышли на Европу. Он его показал во Франции, потом в другие годы в Испании, Барселоне, Валенсии. В общем, получил поддержку ЮНЕСКО и МИД России. То есть, вот, знаете, как заметили это все. И мы горды, что именно в Куйбышеве, что это наша гордость. И мы эту гордость несем. Вот поколение 60-х, 70-х годов особенно это помнят. Вот представители, они здесь, они пишут о них. Они, мы стихи читают, они на мероприятиях различных. Вот и на пару снарегатий, которые два года проводит Люся Ханчина. И просто на эти поклоны. Блестящая она после ухода из жизни нашего друга села. Дочь подхватила эстафету, провела на блестящем уровне. И мы гордимся, что вот продолжатель есть. Людмила, ну, наверное, с детства, да, слышали эту фамилию Высоцкий. Помните какие-то свои, может быть, воспоминания? Как это было? Сразу ли, как-то, не знаю, прониклись творчеством? Или, может быть, потом, попозже? Да, все детство звучал Высоцкий. Творчеством я прониклась сразу. И я не помню, но даже Владимир Семенович держал меня на руках, когда приезжал в Куйбышев. Хотелось бы добавить по поводу центра музея Высоцкого. Евгений говорил, что да, очень много было экспозиций. В 2010 году, например, музей представлял Россию при Министерстве культуры Самарской области в рамках года «Россия-Франция» под эгидой Дмитрия Медведева и Николая Саркози на Мартре была выставлена экспозиция, со спектаклем мы стараемся. То есть кроме каких-то экспозиций мы еще приглашаем творческие коллективы. И уже в 2013 году мы представляли музей в штат Нью-Джерси Америка на аллее русской славы, где был открыт бюст Владимиру Семеновичу Высоцкому. Организатором в данный момент центром музея Высоцкого, я являюсь председателем общественного совета, является мой сын. То есть у нас это дело семейное, то есть внук сел, думаю, сын Арсений Яхонтов. И по поводу регата, на самом деле это живой памятник. Проводится регата всегда 25 июля, то есть это день памяти поэта. В этом году Владимиру Семеновичу Высоцкому было 35 лет со дня его ухода из жизни. Также исполнилась для нас юбилейная дата. Это 30 лет центру музея Высоцкого. И хотелось бы добавить, друзья, вот эту значимость, которую мы как бы позиционируем, несем, хочу я донести, именно первых концертов Владимира Семеновича в Куйбышеве. Их самых легендарных. Совершенно верно. Есть фильм, можно ли я даже покажу, все волдыханчины моего папы, который называется «Первый стадион». Владимир Высоцкий первый стадион и посвящен именно вот этим куйбышским концертам Высоцкого. Куйбышев являлся его первым стадионом в стартовой площадке, так как у Владимира Семеновича самая большая в жизни вот эта огромная аудитория была именно в нашем городе. И какой я хочу провести параллель, и с какой инициативой я обращаюсь к губернатору Самарской области. И хотим мы вообще, чтобы, конечно, нас услышали. Пожалуйста, мне кажется, телевидение отличная площадка, тем более прямой эфир, камера напротив вас. Людмила, давайте, обращение всегда можно сделать, почему нет? Каждый, ну, я обращаюсь к Николаю Ивановичу Меркушкину, губернатору Самарской области, к правительству Самарской области, к министру культуры Самарской области, Российской Федерации, к министру спорта Российской Федерации, уже написаны были письма отцом. И я продолжаю все-таки выдвигать эту инициативу. У нас первые концерты были в Ледовом дворце спорта ЦСКА ВВС в 60-е годы. Рядом стоит стела всемирно известного скульптора Михаила Шемякина. Наш дворец спорта будут реконструировать большому событию для нашего города к чемпионату 2018 года. То есть это будет новое здание. Мы предлагаем присвоить дворцу спорта имя Владимира Семеновича Высоцкого. Как бы спорт, первые концерты Высоцкого, первый стадион, его стартовая линия. И хочу заявить, что наш музей, вот эта коллекция, которая была создана Всеволодом Ханчином, мы готовы предоставить в новый музей, в новый дворец спорта нашу экспозицию. Перевести для широкой публики, потому что все годы с черно-белых фотографий до сегодняшнего дня все экспозиции собраны. Я думаю, это будет интересно и гостям чемпионата мира, и самарцам, гостям нашего города. Ключевое место будет такое, что будут идти люди. Идея, да. Такая пришла, как бы, идея. И я горжусь, что проходит регата, что для Владимира Семеновича Высоцкого это первый стадион в жизни. Спасибо всем самарцам, кто сотрудничает. Так что, земляки, давайте гордиться нашим музеем и нашим первым стадионом для великого артиста. Друзья, но если вдруг есть вам что сказать по этому поводу, 202-11-22, телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков, ждем, может быть, каких-то комментариев, может быть, есть что сказать, есть что добавить. Кого-то увидели из знакомых в нашем эфире, лица какие яркие, мне кажется, знаменитые, почему нет. Ждем ваших звонков, звоните, не стесняйтесь, будем рады вас услышать и что-то, может быть, вы нам такое интересное расскажете. Наши самарские авторы, хочется их тоже послушать, Алла Алексеевна, ну вот говорили, да, о тех знаменательных каких-то годах для нашего города. Вы вот помните себя, да, в те дни были ли, может быть, вы тоже на концерте или как-то удалось пересечься? Какие у вас воспоминания, какие, может быть, мысли, чувства? Ну, чувства какие? Собственно, это, что называется, пробился в эфир такой автор, которых мы не слышали. Открывал все по-честному, говорил, была и гражданская лирика, и дворовая, и политическая в какой-то степени, но уже про военную говорить нечего. Поэтому, конечно, все были влюблены, все были очарованы и с этим именем жили, ну и, что называется, продолжаем жить. Продолжаем творить. Да, продолжаем творить. Ну, наверное, начну я со стихотворения просто, которое Владимиру Высоцкому посвящается. Оно написано до 30-летия, но на 5 лет опоздали, ничего страшного. Сегодня 30 лет, как вы не с нами. Вы не поверите, а мы все помним вас, когда звезда над вами воссияла, когда в пути нагнал седой пегас. Всегда вам отмечаем дни рождения и ценим ваше творчество в кино, а песни вызывают восхищение, хоронить их в памяти потомков решено. Талант ваш яркий, безгранично ценим. Вам столько жизней довелось прожить. Нет, я не знаю, гений вы не гений, не мне об этом в принципе судить. Но то, что вы талантище, конечно, ролей сыграли множество не зря, но всякий раз, отчаянный и грешный, вы не бросали в море якоря. Шли на пролом, порой тропой опасной, и рвали нервы, свой взрывая век. Ах, как концерты вы вели прекрасно, понятный всем поэт и человек. Полвека мы по песням с вами дружим, знаком нам каждый штрих и каждый вздох. А человек, кто вас со сцены слушал, десятки лет о том забыть не смог. И хоть давно живем в России новой, но чередой у нас проблемы вновь. Мы столько тем вам подсказать готовы. А ну врубай охоту на волков. Ой, здорово, до мурашек прям. Да. Ну и второе стихотворение, которое я прочитаю, это написанное к открытию памятника в Самаре, к 70-летию Высоцкого. Открыли памятник в Самаре. Высоцкий был два раза здесь. Теперь он неразрывно с нами. Для города такая честь. Тот, кто талантом восхищался, но слов защиту не сказал. Когда в поддержке он нуждался, скорбит теперь, что опоздал. Ведь мог быть гению причастным, ходил бы в преданных друзьях. И все б сейчас имели счастье увидеть творческий размах. Мы б лучше за здоровье пели январским этим снежным днем. А мы в честь даты юбилея букеты с горечью кладем. Открыли памятник в Самаре. Есть сквер и переулок здесь. Отныне он навеки с нами. Высоцкий был, Высоцкий есть. Спасибо. Спасибо. Это очень здорово. Друзья, 202-11-22. Телефон прямого эфира памяти Владимира Высоцкого. Я думаю, сейчас, может быть, стоит с вами немного поиграть в такую телевикторину. Мы зададим вам киновопрос. Внимание на экран. Если вы узнаете, из какого фильма этот кадр, то звоните нам тут же. 202-11-22. Ну, самый известный кадр, наверное, из известнейшего фильма. Если вы еще думаете, звание Т-202-11-22, Евгений Николаевич, не подсказывайте нашим зрителям. Пусть сами догадываются. Я же думаю, каждый из вас знает, что это за лента, что это за герой. И как, собственно, вся страна тоже смотрела в свое время эти кадры. А у нас песня ведь тоже есть, да? Песня непростая. Я вам хочу сказать, что я, как композитор, сочинил очень много песен. Сейчас у меня зарегистрировано 218 песен, в том числе 5 песен, посвященных Владимиру Высоцкого и Марине Владе. На концерте в 2019 году в Театре нации, когда приезжала она с сольным концертом, мы троем, Ханчин, Чернышов и я, присутствовали на нем. И я диск подарил с песнями о Высоцкого и Марине Владе. Сейчас я вам первую нашу песню на слова Алла Артамоновой, наша песенная память. Спою. Пожалуйста. Текст. Песня 93-го года. Сколько песен вы спели для нас, Сколько песен за жизнь вы писали, Всей страною влюблялись мы вас, Горевали, когда потеряли. И сейчас вспоминаем всегда, Когда что-то в стране происходит, Ах, как жаль, что случилась беда. Очень жалко, что нету молоденья, Что угодно он мог написать, Про любовь, про войну и спортсменов. Он и в небо готов был слетать, Он и в небо готов был слетать, Знал, что это достойная тема. И сейчас вспоминаем всегда, Когда что-то в стране происходит, Ах, как жаль, что случилась беда. Очень жалко, что нету молоденья, Он полвета гремит, Но лучше нету молоденья, В каждом парке и в каждой квартире, Он не умер, все знают в стране, Он победно шагает по миру. И сейчас вспоминаем всегда, Когда что-то в стране происходит, Ах, как жаль, что случилась беда. Очень жалко, что нету молоденья, И сейчас вспоминаем всегда, Когда что-то в стране происходит, Очень жаль, что смутила беда. Никогда не забудем о воде. Вот такая песня. Спасибо. Памяти Владимира Высоцкого. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. И если вдруг вы хотите нам позвонить, Звоните, 202-11-22, телефон прямого эфира. Также у нас был недавно кино. Вопрос такой, кинокадр, из какого фильма мы загадали. Если выяснили, если догадались, То милости просим к нам в эфир. Есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, скажите, пожалуйста, Что вы, может быть, можете нам сказать О творчестве Владимира Высоцкого? Слушали, слушаете? Может быть, есть какие-то у вас по этому поводу пожелания, Или какие-то слова хорошие? Ой, я и слушала, и слушаю. Мне кажется, его песни на все времена. Мне кажется, даже сейчас, когда включают там, Или иначе где-то в каком-то радио, Или где-то в машине и так далее, Каждый всегда прислушивается о Высоцке, И стараются сделать погромче. У вас есть любимая песня, например? Ну, есть. А можете сказать? Это песня забавная. Про канадчика удача. Ну, так. А больше всего нравится... Я несла твою беду, вот это здесь не нравится. Хорошо. Ирина, ну, чувствуется знающий человек. Давайте мы сейчас посмотрим на экран, и вы нам скажете, что же это за фильм. Ну, мне кажется, это фильм «Карьера Димы Горина»? Нет, неправильно. Ну, у нас тут очень строгая жюри. Будет ли второй вариант? Нет, к сожалению, нет. Но, друзья мои, у вас есть шанс еще отыграться. 202-1122. Звоните. Не сложно ли вопрос я задала зрителям? Нет. Угадывается. Просто я старалась как-то подобрать кадр, чтобы посмотреть и пронзила сразу. Звоните. 202-1122. Елена Васильевна у нас еще не говорила, не делилась своими эмоциями, мнениями. Расскажите, как вы вообще открыли для себя творчество Владимира Высоцкого? Ну, мы все с вами наблюдаем, как растет интерес к творчеству Высоцкого. Такими волнами опять она пришла, эта волна. Да, не каснет эта волна, она набирает силу. И вот, когда центр Владимира Высоцкого в Самаре задумалась дать книгу, посвященную 45-летию выступления Владимира Высоцкого во дворце спорта. Вот. Это сборник стихов, называется «Наше горло отпустит молчание». Я, конечно, не смогла, так как пишу стихи, не принять участие. У нас есть на телеканале такая книга. В общем, мы ее читаем. Даже родителям относили читать. Да, это здесь представлены самарские авторы, которые посвятили свои стихи памяти Владимира Высоцкого. Ну, я прочту стихотворение авторское. Пожалуйста, конечно. Он в жизни многое успел, и песен написал немало. Среди житейских прочих дел в руках всегда была гитара. Зовут и манят звуки ввысь, сияние зрительного зала. А за окном другая жизнь ему покоя не давала. Он про нее нам песни пел. Давал душе такую встряску, жить по-другому не хотел. Герой жизни не из сказки, но есть всему во всем предел. И неподкупна воля Божья, как факел, вспыхнул и сгорел. Но ярким светом в песнях ожил. Мелодия под облака, души прекрасной и широкой. Пройдут сквозь многие века поэзии живые строки. Так оно и подтверждает жизнь. А у нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Рамиль. Рамиль, очень приятно. А что, может быть, вы со своей стороны расскажете нам о творчестве Высоцкого? Близко ли оно вам? Ну, еще как близко. Потому что, ну, как бы я занимался чуть-чуть туризмом. Вот, и вообще я считаю, что Высоцкий – это совесть нашей страны. Хорошие какие слова. Здорово, Рамиль. Спасибо большое. Ну, тогда вам просто грех не знать этот фильм, который мы пытаемся... Высота. Так. Фильм «Высота»? Так, так, так. Ну, очень близко, но мы уже выяснили, что это не высота. Может быть, какие-то другие близкие этому слову варианты? Вертикаль. Да, наконец-то. Вертикаль, конечно. Смотрели? Все. Песни, вспоминаю его о пенистке. Да и вообще, у меня одна из любимых песней, но я его название не помню. О детях, которые читают книги. Вот. Не помню название. Это вот одна из моих любимых песен. Ну, надо выучить. Выучить. По-моему, снято тоже про рыцаря фильма. Для этого фильма эта песня была написана. Ну, будем искать, попытаемся выяснить, что за песня. Спасибо большое. Вам достаются билеты в кино от киномечты. Ну, и для тех, кто, может быть, сейчас загорелся в азарте, у нас еще есть один кадр. Ну, это вот исключительно на скорости. Как говорится, сегодня еще дадим вам один приз. Если выясните, что это за фильм, тут никаких промашек не должно быть. Я надеюсь, что... Отгадайте нам, дозвонитесь. 202-11-22. Спасибо большое за то, что нам звоните, нас смотрите. Да, Евгений Николаевич, что-то еще хотите сказать? Я вернусь в 1972 год. Далеко. Ну, хорошо, давайте. Как раз я в 1971 году заступил как президент клуба. До этого у меня был рабочий молодежный клуб при четвертом ГПЗ. Я после окончания института в научно-исследовательский институт подшипников промышленности. Вот там меня комитет комсомола, зная по институту, пригласили. Говорят, создай нам молодежный клуб. Вот был создан факел, который тоже имел очень большой резонанс в городе. И потом, значит, в 1971 году меня пригласили. И вот моим другом был вице-президент Ханчин. Мы в честь десятилетия юбилея Кубышского городского молодежного клуба... Давайте покажем нашим зрителям. ...наградили всех участников, которые к нам приезжали. К нам очень много. И Кукин, и Клячкин, и Барда приезжали, и Градский, и артисты кино. Ну, в общем, интересно. А самое интересное то, что формулировка... Сейчас покажем зрителям, и будет крупным планом. Вот, видите, на экране, Евгений Николаевич, посмотрите. А, вот, да. Там написано, что за активную помощь в воспитании подрастающего поколения. То есть вы помогали подрастающему поколению. Да, представляете, в те годы я не побоялся сделать эту формулировку. Это в музее в Москве находится, в нашем музее в Думе находится. И вот экземпляр, значит, Никита в 2002 году нам прислал копию из музея. И вот мы теперь, значит, гордимся. Гордимся. Ваша гордость одна из. У нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Неля. Неля, очень приятно. Неля, ну, ваши чувства, мысли, эмоции по поводу Владимира Высоцкого. Что хочется сказать? Ну, мой один из любимых певцов. И я хотела бы сразу ответить на вопрос. Мой самый любимый. И мне ответить не нельзя. Ну, конечно, вы умница, молодец. Но тут угадать, конечно, просто не угадать невозможно. Спасибо вам большое, Неля. Здорово, что вы нам позвонили. Людмила, ну вот хотела я спросить. Регата, которая прошла в этом году в 15-й раз, сколько собрала участников? Результаты пока собираются... До 28-го, да, она проходит? Да, результаты пока еще дают отчеты. Вчера в Тольятти проходила гонка более длительная, чем у нас. Поэтому я дам отдельную информацию. Участников очень много. Регата является всероссийской. Вот афишу с регатой я принесла. Организация ее полностью лежит как бы... Вот мы являемся центром музея Высоцкого, проводящей организацией. То есть существует положение о регате. С одной стороны, подписывает центр директор, директор Центра музея Высоцкого Арсений Яконтов. С другой стороны, Дмитрий Анатольевич Ляхтин, министр спорта Самарской области. На основании этого положения мы как бы действуем. Что означает всероссийская регата? Это означает то, что регата проходит не только у нас в Самаре, на острове Голодном. Пять городов, да, мы слышали. А это пять субъектов России. Сочи, Владивосток, Тольятти, Самара, Санкт-Петербург. И все на старте. То есть вот регату открываю. Все ждут, мне кажется, ее очень. Регату открываю. Сочи звонит. Люда, мы стартовали. Как дела? В Сочи три дня идет этот фестиваль. И в пяти городах России, вы представляете, какая память? Какой на самом деле вот живой памятник поэту. Паруса, как чайки, реют как бы над морем, поют песни Высоцкого. Приглашаем всех на регату. Поддерживайте нас. Вот. Потому что все как бы на таком идет энтузиазме. Работы на самом деле очень много. Это моя общественная работа. И начинают каких-то новых идей. До финансирования в том числе. Вот в этом году, на 15-й юбилейный, мы придумали. Первый раз у нас был комментатор. То есть он... Ну тоже неплохо, хорошая идея. Бел гонку. Был, да. Детский уголок. То есть каким-то образом, какие-то идеи. Земляки, вот обращаюсь с удовольствием. Приму, помощь, идеи, как-то освежить. И гордиться тем, что именно в Самаре открывается вот эта всероссийская регата. И стартует она именно на нашей самарской земле. Ну а вот если говорить о перспективах все-таки развития центра музея, я так понимаю, все-таки инициатива перенести в отреставрированный, я повторюсь, хотим. Люди хотят. И тут уже даже есть какие-то письма в правительство и в другие органы о том, что присвоится Дворцу Дворцу спорта имя Владимира Высоцкого. Все-таки знаковое место, знаковое событие там происходило. И организовать там музей. Вот сейчас музей. Если вдруг кто не знает, скажите, где он находится и как туда можно попасть? Музей работает на общественных началах. Мы арендуем помещение. По звонку, пожалуйста, в любой момент мы показываем коллекцию. А кто-то, я не знаю, приносил, может быть, и до сих пор что-то приносит? Какие иностранные гости к вам захаживают? Бывает такое? Всех перечислить даже сложно. Как бы я у штурвала стою, вот, к сожалению, с уходом папы полтора года. Ну, последний у нас 2010-е регата, когда была, привозили Центр музея Высоцкого, привозил Константина Казанского. Это легендарная личность. Костя Казанский, он был аранжировщиком французских пластинок Владимира Семеновича Высоцкого. Евгений Николаевич полез за артефактами. Одна из них, вот, Казанского. Давайте покажем, да, сейчас. Да, то есть он живет во Франции, приезжал к НАП. Вот, пожалуйста. На регата участвовал в гонке на яхте Влад Высоцкий, которая у нас также в честь поэта названа, и на Волге ее тоже часто можно увидеть. И очень много было, вы понимаете, не только гостей, музея. Наш музей, он как бы выездной. И вот отец Всеволтханчин, он показывал, музей объездил на самом деле мир. И есть, если сейчас говорить, основные вехи музея просто не хватит. Отдельно надо говорить. То есть он был в Америке два раза, во Франции два раза. А, понимаете, это же собрать публику, это собрать круг людей, афиши, общение. Он был в Испании, в Барселоне, в Валенсии. Ну еще, в общем, ряд стран... Где еще ждут, мне кажется, даже есть. Да, приглашают, но в том числе я еще раз повторяю вопрос финансирования. Как бы вот они... Вот. Но я думаю, что все получится. Как говорил Владимир Семенович Высоцкий, ребята, мы прорвемся. Это хорошее. У нас афиши сохранились, всех поездок. То есть, если бы это было более развернуто, мы могли все показать. Повесить, конечно, целую стену, мне кажется, и не одну. Да, очень много. И поэтому наши афиши, копии, в Москве, в Центральном музее. И мы вот в 2003 году первый раз попали в музей, когда был уже в Москве открыт. Люся Людмила Абрамова, жена вторая Высоцкого. Она руководит этим музеем вместе с Никитой. И вот нас пять человек там было. В Кремлевке концерт был на следующей... Сколько эмоций у вас? На Таганке. Все утром 25-го поехали на кладбище на Лаганьковское. Почтили память Высоцкого. То есть народу было тьма тьмущей. Играли на гитарах, стоят, поют песни. Для нас это было так удивительно, что люди в этот день приходят, поют. Если приходят, если вспоминают, память есть. Да, память есть, она и будет. Как минимум. Так что вот Людмила впервые дала интервью. Никогда в жизни она не давала. И нам она, самарцам, поскольку мы первые в стране музей создали. Вот она нам дала интервью, провела. Там наши афиши висят. Нам было так приятно, что в Центральном музее висят афиши. Мне кажется, наш город просто обязан сделать то, о чем Людмила нам говорила. Ну, все должны постараться, как минимум. Спасибо большое, что пришли, как так незаметно. Я смотрю на часы и наш эфир буквально на секунды уже заканчивается. Вам творческих успехов, вам каких-то радостей в жизни. Я так понимаю, это мне. Добрая традиция 15-й юбилейной парусной реканды. Спасибо, спасибо. Я всегда думала, что день рождения свой. Я всегда, кстати, слушаю песни Высоцкого. Почему-то так вот сложилось. 25 июля у вас. Я ровесник тоже? Да, 25 июля. Да, 25 июля, да. Спасибо большое. Вам, друзья, хороших эмоций, воспоминаний. Слушайте песни, которые никогда не выйдут из моды. Они вне времени. Послушайте, откройте для себя, если вы еще ни одной песни не слышали. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok